Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 10 мая. Сегодня я хочу сделать чуть более подробный обзор. По огороду пройдемся, потому что высадка томатов в теплице у меня закончилась. Теперь остался только открытый грунт. Я покажу, на какой стадии развития у меня томаты в первой теплице для раннего урожая, в последний, который только вчера, только-только закончила высаживать. Короче, сейчас пройдем по огороду. Я покажу, как изменилась ситуация у нас. И погода, конечно. Я уже показывала вам вот мои замороженные тюльпаны и рассказывала о жестокости нашей весенней погоды. И повторю еще раз. Все последние дни и все праздники, и 1 мая, и 9 мая у нас стояла одинаковая погода, то есть был жаркий, солнечный день, ну такая ясная погода. И очень холодные морозные ночи. Было и ноль, было и минус 1, и минус 2, и вода замерзала у нас. Я сейчас вот пройдемся, покажу чудо-теплицу, как я заклеила, как я утепляла томатных гномов в открытом грунте. И покажу кусочки ночного видео, где я ходила, проверяла вот эти, в открытом грунте эти сооружения. Сейчас у нас, кстати, тоже ледяной ветер, но радует то, что наконец-то прошли эти ночные морозы. И вот сегодня ночью уже будет, было 4 градуса, и сегодня еще будет 4, а с завтрашнего дня поползет температура вверх, плюс 5, плюс 6, плюс 7 и дальше. Так что свобода не гретят, там холода проходят у нас. Когда я сидела рядом вот с этой чудо-теплицей, после высадки туда томатов, я говорила, если будет, температурные показатели будут до нуля, я не буду дополнительно вот вешать пленку полиэтиленовую, оставлю так, но если пойдет на минус, то буду вешать. Как вы видите, пленки у меня развешаны, правда вот это вот старое-престарое, это более новое. Они у меня, как с кусков, видите, скотчем такие, как скобочки сделала, но все-таки наличие вот этих дополнительных утеплений, видите, тут у меня рулон лежит, уже тут без слов ясно, что минус все-таки у нас был. И я старалась всеми способами сохранить томаты высаженные там, но сейчас уже все позади. Но если томаты вот в чудо-теплице у меня сидят под двойным укрытием, видите, я сейчас расстегнула, у меня и сам чехол, и еще и полиэтиленовый, то есть бедненькие томаты, которые ночью, вот сегодня при 4 градусах стояли на улице, голенькие. Вот, например, стоит на улице совершенно голый, без укрытия, без тряпочки, без единой гном. И кто-то, может быть, удивится, почему я его какие-то там укрываю в два слоя, а его вот так вот оставила, это, конечно, никто иной, как томат-испытатель или томат-разведчик. Без таких вот жесточайших испытаний невозможно человеку как до конца понять, нащупать вот тот предел возможностей растений, при которых они могут не только расти, но и цвести, завязываться, плодоносить. Как только я узнала вчера по прогнозу погоды, что минуса уже не будет, а будет примерно там 2 градуса, 3 градуса, 4, я сразу выставила его вот сюда на улицу для испытаний. И здесь он будет стоять до самого конца, пока не наступит лето, и мы за ним будем, во время видеообзоров я буду подходить, и мы за ним будем постоянно наблюдать. И тут заложено, конечно, вот этот риск заложен, риск того, что он не выживет или будет плохо плодоносить. Но узнать об этом мы должны, но я лично, мне интересно знать, могут ли томатные гномы, так же, как мои сибиряки, ну, такие низкие температуры, периоды похолодания, переживать без последствий. Конечно, основную грядку, где я высадила вот их томатных гномов, 49 штук, на пленку и под укрытие, те я укрываю, те я берегу, потому что массовый падеж томатов у меня не запланирован. Для того, чтобы испытать, насколько они такие, как бы, выносливые, достаточно одного экземпляра. Вот этому не повезло, а может быть, наоборот, повезло. Может быть, он будет самый закаленный, самый сильный. И его, если у него, например, будут дети, если я буду собирать с него семена, у них уже на генном уровне будет заложено. Готовьтесь к суровой жизни. Вы должны выстоять все. Родители обычно передают своим детям эту информацию. Ну, давайте не будем о грустном, а пройдемся по теплицам и посмотрим, как живут наши неженки, у которых, в отличие от этого бедного гнома, все условия предоставлены. Есть ли отдача за мой вот такой самоотверженный труд? И есть ли какие-то результаты от того, что я вот с ними носилась, как курица, наседка с яйцами? Конечно, есть. На начало мая уже спелыми, я вчера наелась спелых помидор, уже поспели 7 сортов томатов. Есть отдельное видео, у кого интересует, какие именно томаты поспели в первую очередь, смотрите видео под названием. Так и называются. Какие томаты поспели у меня на начало мая. 7 сортов разных и мелких и крупных поспели. Дегустировала их, кушала. Очень вкусные, очень сладкие. Повторять сейчас я все это не буду, конечно. Сегодня у нас просто видеообзор. Я хочу сказать, что да, отдача есть. Да, томаты спеют, но не все. Какие-то сорта понравились, какие-то не понравились. То, что в начале мая поспели мелкие экземпляры, меня не очень удивило и порадовало. Но вот радует то, что вот такие огромные томаты тоже спеют. Ведь это вот уже настоящие салатовые такие сорта, мясистые, сахаристые. Так что трудиться есть ради чего. Но этот результат ожидаемый, потому что это киплица с подогревом грунта, с подогревом, с инфракрасными обогревателями потолочными оборудовано. Тут все как нацелено на получение раннего урожая. И была ранняя высадка в конце марта. И несмотря на то, что я живу в Сибирском регионе, да ведь, Надюша, мы живем в Сибирском регионе, Алтайский край, у нас уже есть спелые томаты. Идем дальше. Сюда я заходить не буду, потому что здесь спелых томатов нет. Тут я скажу коротко, вот так, что это уральская теплица, уральская легенда 1. Тут высадка была более поздняя. Ну, по техническим причинам сразу две теплицы греть мне не удавалось. И поэтому здесь я чуть, на сколько-то, на 10, что ли, на 10 или на 12 дней позже начала высадку. И к этому времени, из-за того, что здесь вот сделан короб из пеноплекса, тут уже я грунт почти не грела, я только включила обогрев грунта, а когда посмотрела температуру, оказалось, что он уже прогрелся вот солнцем природным. Тут у меня получилась, короче, экономия. Из-за того, что холодный воздух не поступал оттуда, снизу, с мёрзлой земли, а верхний жар, вот который в теплице обычно, рано весной, когда солнце выглядывают, тут более 40 градусов поднимается, выше 40 градусов. Тут грунт прогрелся, можно сказать, самопроизвольно, ну, просто потому что здесь не очень ранняя была высадка. И тут, ну, по эконом-варианту у меня была высадка, так как высадка позже, сеялись эти томаты немножко попозже, если те я сеяла для ранней высадки, это уже было в феврале посев. И здесь только завязи, но зелёненькие. Но всё равно здесь у них всё хорошо. Здесь собраны вот такие новинки, экзотические, редкие, коллекционные. Некоторые, которые я даже ни разу не видела. Я жду очень с интересом. Ну, сама выбирала все эти сорта, покупала у коллекционеров. Жду, когда же они, наконец, появятся. Но здесь у меня до сих пор ещё мешаются им подселенцы, которые на растолщение стоят, которые для открытого грунта. Вот они, эти лоточки. И тут же прячутся от морозов те гномики в ведрах, которым повезло, и которые не попали в число испытателей низких температур. Они очень хорошо завязывают плоды. Я вот показывала пурпурное сердце. Всё увешано зелёными сердечками. Это, по-моему, улура охра. Это вот тот же дельта дайвер. Но тот стоит на улице, а этот здесь в помещении. Все они с маленькими помидорочками. Здесь всё хорошо, но тут немножко позже. Это как бы средняя теплица между получением раннего урожая и между холодными теплицами. Забыла добавить. Тут я совершила одну оплошность, очень такую, как бы непростительную для меня, как для опытного огородника. Я же всегда в теплицах высаживала, вот особенно в уральской теплице, подбирала всегда высокорослые, индетерминантные, которые требуют строжайшего посынкования. Нельзя, чтобы они зарастали, разрастались. А в этом году, вот здесь, в правом ряду, я гномы-новинки для сохранности сортов, для сохранности сорта, чтобы не побило их там ветром, ураганом на улице, чтобы он не померз, короче, чтобы летом град не побил. Высадила не в открытый грунт, а вот здесь. Они прекрасно растут, развиваются, но я-то, так и хочется сказать, ну старая ворона, ну где же твой опыт? Я пришла в очередной раз посынковать. Видите, они уже подвязаны у меня, томаты, на 2-3 раза пропосынкованы, все строжайшие. Я посынковала, все щипаю-щипаю, иду посынки, раз-раз-раз-раз, подвязала, отщипала, подвязала, отщипала, один ряд прошла, второй ряд прошла, третий ряд прошла, четвертый ряд пошла, до середины дошла, потом, ой, что я делаю? Я выщипала все пасынки, и у томатных гномов, ну сколько, сколько успела, и только потом я поняла, что это те томаты, которые я хотела, ну как, они даже, создатели этого проекта, томатный гном, даже они заявляют, что их нужно выращивать или в несколько стволов, или вообще без пасынкования, дать им возможность, ну дать столько этих пасынков и стволиков, что урожай увеличивается, чем больше пасынков мы оставляем, тем больше урожай увеличивается, конечно, их не в один, и не в два ствола вести, как вот эти наши обычные, высокорослые томаты, а у меня получилось, я их под одну гребенку, вместе с эндетерминатными, с высокорослыми, повыщипала все там, что могла, но сейчас опять у них начались, разрастаться, видите, пасынки, но это уже молодые, а первые, которые были бы сейчас хорошие, здоровые, короче, хозяйка, гусыня, все выщипала, раз, 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 своими ручками золотыми, и вот эта оплошность, я так расстроилась, но потом думаю, ну ладно, здесь будут так, в открытом грунте, где будет места больше, можно дать им волю, оставить побольше пасынков, извините, вот за такое отступление, это вот первые ошибки моего этого сезона, ну и последняя теплица, это холодная, это типа последняя, как по ступеням, одна для раннего урожая, рано высаживала, потом средняя в уральске усаживала, и вот это я высаживала прям вчера, 9 мая, 8-9, но тут проблематично было высаживать, потому что рассада уже взрослая, пришлось сразу высаживать, сразу ставить колышки, сразу подвязывать, а тем более я одна, тут же и записывать надо, и поливать, и подвязывать, и высаживать, очень долго, ну я говорю, почти два дня высаживала, и рассада немножко была, как бы более взрослая, чем нужно, ну вот сейчас она здесь придет в себя, что проблема, что связано с проблемой, что она более взрослая, ничего бы страшного было, если бы она даже была более взрослая, если бы я успевала их все вовремя поливать, вы представьте, стоит жара, их огромное количество, они уже почти все цветущие, вот у меня мало тех, которые вот такие вот не цветут, вот такая более, желательно к высадке, вот такая, видите, более молодая, а это она уже и цветет, у нее тут уже и завязи появляются, и если вовремя не поливать, могут засохнуть, отвалиться все эти многочисленные цветочки, и сама она теряет качество, конечно, у нее бледнеют листья, у нее начинают горявиться листья, потому что ей не хватает, она стоит вот в этих стаканах, вот они у меня стаканы, вот представьте, что там, ну наверное, 300-400 может быть миллилитров, он вообще 500 миллилитровый, но там же земли меньше, чем не до полного насыпано, земли мало, им не хватает, видите какие листья, листья теряют свою яркость, им сейчас нужно минимум неделю, чтобы освоить весь этот грунт, чтобы у них расправились эти корни, которые там уже по спирали крутились, ну короче, если перестоянная рассада, то конечно плохо, и она высокая, ее высаживаешь, она не стоит, она сразу заваливается, две штучки я даже сломала, из-за высокого роста, но все равно, помаленьку, помаленьку высадила, конечно, на внешний вид, она намного хуже выглядит, чем та же, посеянная в те же самые сроки, но высаженная раньше, это вот на новом участке, сейчас посмотрим, в открытом грунте у нас в это время ничего еще не изменилось, потому что холодно, морозные ночи, ясно, что никаких посадок, кроме подзимых, в это время еще нет, открытый грунт, под посадку томатов, я тоже пока ничего не делаю, мы вот начали вроде стелить пленку, но так как был ветер, ну, неблагоприятные были условия, для всего этого, вот сейчас зайдем в теплицу, которая на новом участке, который мы только осваиваем, стараемся избавиться от всех этих лишних зарослей и всего, и вы посмотрите, насколько разница между томатами, которые я высадила вчера, и томатами, которые я высадила чуть раньше, но у них один срок посева, дата посева одна, вот те же самые томаты, посеянные в ту же дату, что я высаживала в холодную теплицу, но просто высаженные пораньше, там, ну, на сколько, не знаю, на две недели, вы видите, насколько лучше они выглядят, у них зеленые листья, они вот такие все распушились, расправились во все стороны, ясно, что чем раньше высаживаешь в теплицу, тем лучше, хотя здесь тоже сильно-то помидорок не видно, не наблюдается, они посеяны 9 февраля, 15 они взошли февраля, так что они еще молодые, не для раннего урожая, но внешний вид у них все равно лучше, и вот здесь тоже, у меня очень много подселенцев, которые сидят для открытого грунта, ждут своей очереди, и, кстати, ждут они в маленьких стаканчиках, это тоже очень большая проблема, потому что в теплую погоду, вот такой стакан, он пересыхает за несколько часов, и приходится поливать, не знаю, кто поверит или нет, три раза в день, вот сейчас утром пройду все полью, потом в обед, и к вечеру придешь, они опять все сухие, в таких стаканах еще легче, ой, еще труднее их дотянуть, до высадки в грунт, чем в полкилограммовых, вот, подрастает это поколение, это как раз для открытого грунта, в связи с приближающимися заморозками, вот эту белую нетканую, я прикрыла еще заранее, а сегодня, когда увидела прогноз, то нахлопнула еще вот этой, мужа попросила, растянули, как, полиэтиленом, тоненькой-тоненькой, закрепили, видите, у нас тут все мокро, у нас сегодня дождь, у нас сегодня холодно, 6-7 градусов было, я хочу положить термометр рядом с грядочкой, потому что, смотрите, иногда мы смотрим прогноз, показывают одну температуру, а выйдешь в реальной жизни, посмотришь, ой-ой-ой, она совсем другая, а я хочу точно узнать, сама проверить, убедиться, какую температуру могут выдержать томаты, вот под таким укрытием, белая и вот этот полиэтилен, насколько они там удержат тепло, и насколько они сохранятся, чтобы на будущий год знать, можно безбоязненно высаживать томаты, вот при таких температурах, или, может быть, стоит подождать, вот самая низкая температура, по-моему, будет в 5 утра, мы сейчас посмотрим прогноз, решу, когда сюда прийти мне, вот смотрю прогноз и определяю, когда же мне пойти к гномам, самая низкая температура указана на 5 утра, 1 градус, но когда указывают 1, то бывает иногда и 0, и минус 1, и вот это вот, которое я всегда читаю, запись, что плюс 2, плюс 12, 2 это днем, ну завтра днем 2 градуса, это вообще очень мало, и написано, вчера в это время было плюс 18, а сейчас плюс 7 ощущается, как плюс 3, ой, где же та жара, которой были мы недовольны, опять очередной скачок, сначала был скачок вверх, было 30 градусов у нас, теперь скачок вниз, 2 градуса будет днем, но тут не только это, закаливание проходят томаты, но и огородники, люди тоже проходят закаливание, представьте, какие разницы, вверх где скачали эти, ладно, все, в 5 утра, значит, пойду проверять гномов, пришла посмотреть температуру, с удивлением обнаружила, что кошка моя верная, тоже не пропустила эту процедуру, и тоже со мной пришла проверить температуру, очень красиво, нравится мне в этом году, вот эти, купила для оформления нового участка, вот эти факелы, светильники, вообще так, ну, сказочно преображают огород, зелени, правда, еще нет, ничего нет, но вот эти факелы, очень красиво, так, все посмотрели, можно идти домой, когда я увидела в интернете, рекламный ролик, вот с этими, светильниками, на солнечных батареях, как факелами, сразу влюбилась в них, и сейчас, хотя еще, ничего не растет в огороде, я все равно их уже поставила, и когда иду, ну, по каким-нибудь делам, всегда подхожу к этим фонарикам, и любуюсь на них, всю ночь они светят, хватает заряда, я не знаю, может быть, они и дольше больше светили, очень красиво, издалека, правда, так, как бы, необычно, что действительно, что-то горит, первое время меня это пугало, но потом я привыкла, и вот, проходя мимо, любую семью, ну, вот, как я и говорила, хотя термометр показывал ноль, а обещали один градус, по замерзшей воде, ну, вот везде вода замерзла, где помаленьку были вот такие, по замерзшей воде, видно, что минус все-таки был, насколько большой минус, минус один или минус два, неизвестно, но, уже это не ноль, видите, у нас какая погода, нехорошая, вот, например, что-то накрыть пленкой, что-то высадить и закрепить, это очень сложно, борешься, борешься, конечно, каждое утро, я подхожу, вот, к этому сооружению, своему, где томатные гномы, вы уже, в начале видео, видели, наверное, уже успели посмотреть, эти маленькие кусочки, про гномиков, но сейчас мы еще раз заглянем, как они чувствуют себя на сегодняшний день, после всех этих морозных ночей, у меня вот эта верхняя пленка полиэтиленовая, она даже не закреплена была, то есть внизу не прикопано ничего, потому что мороз, как-то морозная ночь резко узнали о том, что будет ночь морозная, просто сверху накинули, и вот эти вот дуги, как бы, как сказать, фиксирующие, и по торцам, двумя бетонными поребриками, прижали, и все, так, так как я уже отковыривала, вот это вот лазило туда, сейчас еще раз залезем, ого, ничего себе, я вчера только сюда заглядывала, и вот эта вот помидорка, была маленькая крошечная зависть, а сейчас она прям на глазах увеличилась в размере, но это верный признак, индикатор того, что им здесь комфортно, им здесь хорошо, будут до самого конца сидеть здесь без полива, так как они вот на этой, на пленке, пленка предохраняет от высыхания, потому что, вот смотрите, если бы этой пленки не было, была бы просто земля, вот такую длиннющую грядку, если закрыть полиэтиленом, закрыть, короче, всеми укрытиями, а торцы-то я же открываю на день, тут бы жара поднималась, и испарение влаги было бы однозначно, ну всяко разное, тут бы эта грядка пересохла, а из-за того, что она длинная, ее невозможно было бы всю полить, ну с торца сколько, я метр могу, полтора достать, полить не больше, а ткань степлером прибита у нас, все, никак сюда мы не попадем, но я из-за того, что пленка и закрыта, я не расстраиваюсь, они, наверное, вот сколько будут теперь до конца мая тут сидеть, вот три недели они будут без полива, и я думаю, что все будет хорошо, но снимать здесь очень плохо, я стою в позе страуса, голову засунула, а сама вся наружу, я, короче, вылажу отсюда, и я, короче, Ну так как теперь минусовых температур ночью в ближайшее время не будет Можно, наверное, скоро будет и эту грядку готовить для гномов Я когда высаживала эти гномы, я говорила, что здесь будут на черной ткани просто на земле Здесь будут вот на этой на пленке, на поднятой грядке Ранняя будет высадка И вот эти гномы, сейчас наш испытатель гномик постоит дня 3-4 Вот при таких низких температурах, если с ним ничего не случится Значит начну помаленьку высаживать целый ряд гномиков в открытый грунт Ветер очень холодноватый, и я полностью теплицы, двери не открыла Открыла только форточки И смотрите, вот при открытых форточках, с той и с другой стороны Вот такой сквозняк, благоприятствующий для Как вам сказать-то, для полноценного опыления и для появления большей завязи Вот видите, они вот так вот ветром колышутся, я сейчас посмотрела, и там колышутся, и там Они не стоят в тишине Самое нехорошее для томатов, когда они стоят в затище И когда цветочки не шевелятся, они могут отцвести и опасть Я уже говорила, что я специально весной, когда теплются, нет возможности открыть Хожу и стучу по колышкам, чтобы томаты шевелились, и чтобы пыльца опадала и завязывалась Ну вот пройдя по этим рядам, вчера смотрела, ну я смотрю, появляются новые пупорышки Значит они все-таки опыляются Потому что из-за этой сетки у меня все-таки сомнения, что возможно солнца не хватать будет Кто-то пишет, что надо снять, действительно мало солнца Кто-то пишет, не бойтесь, не сомневайте, будет все, все будет нормально Ну посмотрим, но стараясь, хотя бы, что когда ветреный день, чтобы они вот так шевелились Чтобы побольше было завязей, чтобы не выращивать одну ботву Ждут в своей очереди вот эти лотки с рассадой, которая была посеяна на продажу Имба не до хорошего, хоть бы куда-нибудь высадили в какой-нибудь уголок Но вот пока ждут они, ждут Видите, как отличаются, вот это толстоногие, которые низкие А вот это, которые обычные, тонконогие Они как ожурненькие такие Ну красиво, люблю смотреть, когда их много Вот еще, это вот остаточки, которые от теплицы, от высадки, вот в холодную теплицу остались А это уже те, которые для открытого грунта я для себя буду Видите, тут разные сорта, видно по разным формам листа, что здесь сборник ассорти Сегодня наконец-то огурцы дождались в своей очереди на высадку Рассада уже огромная Сейчас покажу вам В стакане на рассаде висит уже по несколько огурчиков Но я никак не могла высадить, пока были морозные ночи Вот сегодня буду высаживать Они хотя бы вздохнут спокойно Мне жалко вот эти молодые завязи, которые скорее всего у них, наверное, отвалятся Ну вот, так мы выглядим на 10 мая Есть и спелые томаты Есть и совсем крошки, которые еще не распакированные Есть и огурцы в стаканах, которые уже начали плодоносить В то же время сходят наконец-то мои тыквы и кабачки Ой, где они? Вот они, еле нашла среди рассады их Некоторые только-только вылазят, видите, пробиваются Некоторые взошли Ясно, что которые крупные, это кабачки и тыквы Которые маленькие, это огурцы Больше не буду сеять сухими семенами У меня почему-то они очень долго всходили Обычно проклюнувшиеся На второй день они сразу появляются Это слишком долго ждать и гадаешь То ли взойдет, то ли не взойдет До свидания, с вами была Ольга Чернова Моя огородная азбука Буду сейчас поливать всю эту ораву Вам желаю здоровой рассады, хорошей погоды И богатых урожаев сезона 2022 Субтитры создавал DimaTorzok